Всем привет! Сегодня у нас вот такая книжечка православные иконы. Давайте посмотрим. Это, наверное, для тех, кто собирает, для коллекционеров или просто для людей верующих взять. Посмотрите, что к нам пришло с глубины веков. Какие иконы. Вот там 10-е столетие, 11-е столетие. Все оно сохранялось в монастырях и в церквях. Смотрите, вот такие всевозможные. Полностью все есть описание. Вы можете почитать, чтобы как-то просветиться. Вот смотрите, 13-й век, понимаете. Да, вот такие иконы дошли к нам из глубины. Некоторые реставрировали, некоторые оставили так, потому что там была своя технология. Как вы знаете, да? И шпаклевание, и рисование. Сейчас уже находят все эти старые секреты и реставрируют уже теми способами, которые были раньше. Шикарная книга. Смотрите, полностью иллюстрированная. 15 тысяч было выпущено на весь Советский Союз. Так что эта книга разошлась. Ну, я думаю, вы меня понимаете, да? Что это редкая, одна из редких книг. Смотрите, автор собрал множество, множество, видите, всевозможных, всевозможных икон. Если вы собиратель, может, вы здесь найдете для себя, может, они у вас. И вчера вот смотрел ее человек и говорит, вот эту продавал, вот эту продавал. Ну, человек, специалист по иконам. И вот такой у нас и был диалог. Вот, может, и вы что-то с этого видели. Может, что-то у вас уже есть такое. Ну, вот смотрите, 14 век, видите, Архангел Михаил. Ну, хотя бы, хотя бы название можно выучить. Так, 16 век, видите, вот такие, такие всевозможные. Много, наверное, храмов, где они висели, уже не существует, вы знаете, да? И какое у нас сейчас положение в стране. Вот, разграбленные монастыри, разграбленные церкви. Вот, куда оно все ушло, наверное, в частные руки. Вот, многие, да, перед тем, как закапали все это, ну, и в годы Великой Отечественной войны тоже все это дело закапалось. Одно откопали, другое не откопали. Я думаю, и сейчас, наверное, кладоискатели могут и что-то найти. И много описано, смотрите, много картинок. Вот фотографии сделаны. Образ Божьей Матери. Видите, то же самое, но это уже 19 век. Наверное, идет как-то по годам. Да, 19 век. Начали мы, наверное, с первых веков. И уже доходим вот до наших времен. 1796 год. Ну, мне, как вот и простому человеку, интересно вот посмотреть, как все-таки своя художественная школа рисования икон. Свои образы, утонченные лица. Вот, я думаю, вы все это прекрасно знаете. Да, у нас тоже есть икон 10 рисованных. Ну, это такие Украина где-то уже 20 века. А здесь уже собраны более дорогие иконы. Да, целое направление. Если зайдете на аукцион Виолити, вы там можете посмотреть, почем иконы. Вот иконы в серебре. Совсем, совсем, да, цены баснословные. Там по 300, по 500 тысяч стоит икона. Простой человек не купит. Это только уже для состоятельных людей. Вот. Ну, тогда можно купить книжечку и полистать. Полистать, посмотреть. Почитать. Да, почитать. Наверное, все полностью описывается. Смотрите, сколько, да. Вот я листаю, сколько страниц. Так, страницы здесь есть. Нет, страницы не указаны. Вот, я не вижу. Ну, наверное, в оглавлении там есть. И есть сколько страниц. Мы не посмотрели. Множество, видите. Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. В общем, и этому посвящены иконы. Вот. Все, что с Библии. Вот эти сюжеты. Все было, было нарисовано. Да, великие мастера, великие художники рисовали. Вот. И люди, которые совершили много грехов. Если он там художник, он где-то едет в какой-то монастырь. И бесплатно, бесплатно, как говорится, рисует и скупает свои грехи. Вот такое я. Даже видео есть, можно в интернете найти. Как люди, бывшие киллеры там. И вот они сейчас рисуют, рисуют, да. Вот, посвящают. Ну, поменяли свой образ жизни. Да, так что рекомендую. Книга, цена ее 700 гривен. И я думаю, эта цена адекватная. Да, есть оглавление. Есть вот, и страницы я просто, видно, не рассмотрел, где они написаны. Вот такая прекрасная, да. Вот, издание, 15 тысяч экземпляров. Ну, в общем, целая группа, целая группа составляла эту книгу. Подарочный вариант, я думаю, под елочку положить любителю, ценителю икон. Смотрите, как все сделано. Серебрение. Вот такая прекрасная книжечка. Интересно, держайте в руках такие шедевры. Всем до свидания. Ждем новое видео, как мы всегда вам говорим.